Доброго времени суток! С вами Таня, добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас наконец видео о покупках ухода косметики И если честно, я ее покупала в последнее время, как вы поняли, немного Вот поэтому, что подсобрала, то и покажу Стараюсь держаться, покупать только нужное Да, девочки, здесь у меня такие вкусняшки, сама себе завидую И при том еще бюджетные Так что, давайте посмотрим Многие уже попробовали, многим понравились вот такие маски от Гарниер Есть с Макадамией, есть с Бананом, а у меня Папайи Это маска для восстановления поврежденных волос Мне как раз это и нужно Внушительный объем продукта, целых 390 мл И очень густая консистенция Вот, посмотрите Главное, чтобы она у меня отсюда не выпала Нет, не выпадет Потихоньку, видите, сползает То есть, она густая и она настолько вкусно пахнет Что еще хорошего в этой маске? Что здесь 98% натурального происхождения И это средство 3 в 1 То есть, это маска, это бальзамополаскиватель и это несмываемый уход Я пока пробовала только как бальзам и как маску Хочу сказать, что очень странное ощущение, когда смываешь Будто бы она все равно не смывается до конца Но при этом волосы ничуть не утяжеленные, легкие, блестящие, гладкие и расчесываются хорошо Полное представление, конечно, пока об этой маске не сложилось, но пользоваться исключительно приятно Запах невероятно вкусный, кисло-сладенький, фруктовый Совершенно не химический, а такой вот какой-то натуральный Очень интересный продукт Еще нужно попробовать как несмывашку В своем недавнем видео о новинках масок для лица Я показывала очищающую маску с ароматом шоколадного торта Из ли туалет фирмы Ями Недорогая российская косметика с ароматами вкусняшек И тогда же я приобрела вот такой аквагель для лица Что это за штука такая? Это такой жидковатый, тающий на коже гель Который офигеть как вкусно пахнет И написано, что пахнет он блю Кюросау Это коктейль, по-моему, да? Этот аквагель очень хорошо увлажняет кожу лица И, кстати, он похож на корейские маски, которые с эффектом капель дождя То есть, когда наносишь, на коже остаются как бы капельки воды Очень-очень легкий, быстро впитывается И кожа еще, наверное, минут 20 пахнет вот этой вкусняхой Очень много интересных продуктов Там и масок, и каких-то умывашек, и геля для душа, и скраба Ну, очень много всего вот от данной фирмы Я бы лично хотела попробовать Когда еще попаду в Литуаль Или, может быть, через интернет как-нибудь закажу Но то, что мне интересно, стала эта марка вот прям точно Еще одна как бы псевдовкусняшка Потому что это у меня что? Это у меня маска-пленка для носа С ароматом клубнично-медового джема От фирмы Дьюи Три, по-моему, да? Если я правильно читаю Это маска-пленка И цвет у нее не клубничный А цвет томатной пасты Аромат совсем тоже не клубничный А больше какой-то абрикосовый, наверное Ну, в этом совершенно не суть Я заинтересовалась тем, что это маска для носа То есть она должна вытягивать черные точки Очень странный способ применения для маски-пленки Здесь написано Умойте лицо, намочите нос Или другую область на лице, где присутствуют черные точки, забитые поры Для лучшего эффекта можно распарить кожу горячим полотенцем И нанесите толстым слоем на нос вот эту маску Оставьте на 10-15 минут до полного высыхания Удалите снизу вверх При необходимости умойте лицо Дело в том, что когда наносишь эту маску на влажную кожу То кожа под ней так и остается влажной То есть проходит 10-15 минут Может даже больше, я даже дольше держала Наверное, в районе получаса Потому что толстым слоем, когда наносишь Она все-таки сохнет гораздо медленнее, чем 10-15 минут И когда кажется, что вроде как она вся высохла Она так выглядит, она такая на ощупь Когда ее снимаешь, понимаешь, что внутри она осталась жидкой То есть, естественно, она никакие черные точки не достанет Странный продукт, странное применение Может быть, кто-то пробовал Отзовитесь, пожалуйста, что с ней делать И надо вообще попробовать, наверное, на сухую ее нанести Бюджетная корейская маска Но пока что я не поняла ее действия А вот эта маска еще бюджетнее Она стоит в районе 75 рублей, наверное И это глиняная маска тонизирующая От фирмы Штучка Таищу Я когда-то в покупках показывала мицеллярную воду и тоник Вот еще решила от этой фирмы купить, попробовать маску Покупала ее в аптеке и видела там три вида Зеленая глина и лемонграсс Цитрусовый аромат есть Масочка кремообразная, наносится как крем Но засыхает она как обычная настоящая глина Порошкообразная, которую я точно так же разводила и наносила на лицо Большой разницы я не увидела Она точно так же подсушивает, тонизирует, да, действительно Маска неплохая, но, в принципе, это то же самое, что вы нанесли бы Порошкообразную, разбавленную водой глину Вот и все Давайте уже по маскам пройдемся до конца Да, девочки, грешна, есть у меня неопробованные продукты, о которых я пока ничего не могу сказать Потому что это маски тканевые Во-первых, маска Левитасьон Я о них была наслышана, я уже пробовала как-то одну А я была наслышана, что у них хорошее лекало и хорошее они дают увлажнение Это действительно так Вот данную маску я, правда, не пробовала, я пробовала только с малиной у меня была масочка Но лекало у них действительно неплохое Причем самое интересное, что эта маска заводится под подбородок Надевается на ухо петелькой и отсюда тоже надевается на ухо В общем, я покажу фотографию, у меня есть фотография, но это была у меня маска с малиной Покажу, как она надевалась Лекало у масок, правда, удобная Кожа от маски с малиной у меня была хорошая, такая увлажненная Мне кажется, что это понравится тоже Потому что, когда одна серия, одна и та же фирма и маски по действию примерно похожи Это у меня с лимоном, мандарином и гранатом, наверное, будет вкусно пахнуть Написано, что выравнивает тон, матирует кожу, сужает поры и освежает Еще одна маска меня заинтересовала, когда я делала заказ на сайте магазина Подружка Маска для лица с экстрактом картофеля Она освежает и эффективно успокаивает проблемную раздраженную кожу лица Благодаря экстракту картофеля, который прекрасно смягчает и увлажняет кожу А еще он питает, насыщает кожу витаминами, которые способствуют регенерацию клеток и разглаживанию морщин Наносится аж на 20-30 минут Данная фирма мне попадается впервые, это LS Cosmetic и это Корея Раньше я как-то не понимала маски тканевые и у меня их было мало И они были такой расходный материал Пила одну, воспользовалась, через какое-то время, может быть, даже через несколько месяцев купила еще одну А теперь у меня появилась какая-то мания на тканевые маски Я их покупаю и у меня уже целая коллекция Конечно, я ими пользуюсь, но как-то вот больше покупаю чаще Опять же, неизвестная мне корейская марка, которая называется MD Speak Вот такое интересное название у всей линейки масок Это называется I Don't Know Yesterday И эта маска у нас смягчает кожу, успокаивает, снимает раздражение Насыщает полезными веществами, улучшает тон кожи, борется против угревой сыпи В общем, здесь тоже целая куча экстрактов Экстракт эвкалипта, какого-то красного цветка Написано, что маска густо пропитана желеобразной эссенцией Тоже интересно будет попробовать Наносить ее нужно на 10-20 минут Если кто-то пробовал, пожалуйста, напишите Интересная очень линейка Вот в таком майонезном пакете от японской фирмы Краси У меня шампунь Покупала я его в Ашане Это шампунь для сухих волос, восстанавливающий экстракт персика и масло шиповника И этот шампунь больше купила, знаете, для восстановления длины волос Потому что длина часто бывает пересушена Шампунь хорошо волосы промывает до скриба Они такие блестящие, живые Мне вообще шампунь и красен очень нравится Персик питает волосы, защищает от пересушивания, увлажняет и смягчает кожу головы А масло шиповника делает волосы блестящими и гладкими Запах офигенный, пахнет фруктами Очень такой вкусный, сладковатый И он как парфюм присутствует вот этим ароматом своим на волосах Не знаю, ну, наверное, в течение часов-двух Так, где-то у меня потерялась крышка Но все равно покажу вам вот такой мусс Мусс для душа от Невея Если кто-то не брал, очень советую подобное средство Во-первых, это вам и пена для бритья, и гель для душа И он очень нежный, он очень вкусно пахнет После него кожа очень комфортна, он ее не пересушивает И вот эти вот муссовые текстуры, они, как всем известно, очень долго расходуются То есть экономичный расход Так, тут у меня еще белорусская косметика Во-первых, я приобрела уже, видите, не совсем вчера Далеко не вчера термальную мицеллярную воду с микрокапсулами голубого ретинола Для кожи лица и вокруг глаз, очищения, увлажнения и разглаживания Есть такая линейка у фирмы Vitex, называется Blue Therm Мне она нравится, она тоже со сферами голубого ретинола Почему ретинол в микросферах? Потому что так он лучше сохраняет свои свойства Но если в сыворотке я вижу эти микросферы, то здесь их вот визуально вообще никак не развидеть Не знаю, как их можно распознать в этой мицеллярной воде Но это и не столь важно, потому что 500 мл замечательного продукта стоит меньше 200 рублей Отлично смывает макияж Если эта мицеллярка попадает в глаза, она совершенно не щипит Расход экономный, объем большой То есть у вот этой мицеллярной воды сплошные-сплошные плюсы Очень советую, очень хорошая мицеллярка И из этой же линейки Blue Therm от Vitex у меня тоник Термальный тоник, опять же, с микросферами голубого ретинола для лица и шеи, увлажнений и лифтинг Вот здесь я, кстати, тоже не вижу эти микросферы Но знаете, в чем смысл? Посмотрите, какой он густоватый Он гуще, чем обычный тоник Он не совсем водичка Даже вот по звуку, да, слышно Видите, я взболтала, он как будто бы гель Там пузырьки такие, которые медленно перетекают Им приятно пользоваться Я думала, что на коже будет оставаться пленка Что будут какие-то неприятные ощущения Но нет, ничего такого нет Хоть он и густоватый, но наносится он как обычный тоник И совершенно комфортный на лице Девочки, очень странный продукт я приобрела Недорогой, но очень странный И я даже не знаю зачем Косметическая жидкая соль Вы когда-нибудь такое видели? Вот чисто из интереса я ее купила И здесь написано, что это и маска для волос, и тоник для лица, и уход за телом Это, конечно, очень интересно Но когда я уже купила, я потом прикинула и подумала Что ведь если развести обычную морскую соль в сильной концентрации То можно вообще с ней делать все то же самое Ну вот смотрите, что здесь написано В качестве маски для волос Укрепляет корни, улучшает доступ кислорода к волосяным луковицам Улучшает рост волос и нормализует работу сальных желез Растворить 200 мл жидкой соли В 1 л теплой воды Обильно смочить корни волос раствором И оставить на 15-20 минут Затем тщательно промыть шампунем Применять не чаще 1-2 раза в неделю Курс 6-8 процедур Вот это действие, ее я очень хочу проверить Естественно, на длину наносить ни в коем случае не надо Иначе у вас получится сухая и ломкая пакля Только на корне Как тоник для лица тоже нужно разводить 1 к 2 С теплой водой И как уход за телом Это естественно добавлять в ванну В ванну нужно налить 150 мл И температура должна быть 37-38 градусов Так что у меня такое двоякое ощущение Знакомства с данным продуктом Да, это фирма, как называется Спаэксперт Фирма ПТК Урал Медпром Так что если вы вдруг пробовали Напишите, пожалуйста, какого вы мнения о жидкой соли Потому что мне просто кажется, что это разведенная в воде Обычная морская соль просто в такой, может быть, сильной концентрации Это может быть и маркетинговый ход Но это не грабеж, потому что стоит она около 100 рублей Мне кажется, это бюджетно нормально И последнее, что я покажу В магазине Санги Стиль Когда были скидки Я решила приобрести вот такую китайскую зубную пасту Почему я ее показываю И почему я именно ее купила Потому что это зубная паста с морской солью Опять морская соль С тайваньской морской солью Это слабо соленая, а была еще сильно соленая Я решила, что я лучше возьму послабее И вы знаете, что она очень приятная на вкус оказалась Естественно, она предназначена для укрепления эмали и десен Вот такой симпатичный тюбик И посмотрите, какое милашество Нет, я бы не сказала, что зубная паста вылезает сердечком Но это в любом случае мило Да, она слабо соленая И вкус мяты очень нежный Не печет во рту При этом свежесть дыхания сохраняется надолго Мне зубная паста по первым ощущениям понравилась Буду тестировать дальше Но в любом случае морская соль это хорошо Тем более, что она там мельчайшего помола Совершенно не травмирует ни эмаль, ни десна Интересная паста Ну вот и все, мои хорошие Всем огромное спасибо за внимание Спасибо, что зашли и посмотрели это видео до конца А я с вами прощаюсь очень ненадолго Впереди новые интересные видео И чтобы их не пропустить, конечно же, нужно подписаться Приходите еще и обязательно заходите в мой инстаграм Ссылка на него будет внизу Всем большой удачи, хороших покупок Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok